Крюлик! Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Город Путин приезжает, я тебе купил горные лыжи и показывает две деревяшки. Я говорю, это не лыжи, это недоразумение. Жена говорит, ты сам недоразумение. Ты вообще за всю свою жизнь, кроме насморка, в дом ничего не принес. А эти лыжи я купил у соседа, он на них еще до войны катался. Я говорю, с Наполеоном что ли? Жена говорит, кретин, до войны с немцами. Я говорю, и кто победил? Жена говорит, кретин, поднимешься в гору, заройся там в сугроб. Вот тебе термос с чаем. Я говорю, может лучше термос с водкой? Жена говорит, кретин, ты в гостях у Верки водку выпил, а потом говорю, какая ты красивая, ешь вабри. И Верка обиделась. Я говорю, ладно, выскочу из сугроба и попрошу двухкомнатную квартиру. Жена говорит, ради двухкомнатной я бы тебе одну лыжу не купила. Попрошу коттедж. Я говорю, коттедж с двумя-тое пишется. Жена говорит, стремяже. Кретин, ты же не писать будешь, а просить. Я говорю, вспомнил, я же ведь кататься-то не умею. Может мне джудо заняться? Жена говорит, кретин, ты в прошлый раз с кровати упал, неделю встать не мог. А если он тебя через плечо кинет, у него черный пояс, а от тебя будут белые тапочки. На, паяшь последний раз перед смертью. То есть перед катанием. И иди. Но вышел из подъезда. Толик говорит, ты куда? Я говорю, с Путиным кататься. Вот Толик и глаза забегали аж по всему лицу. Я говорю, коттедж хочу у него попросить, стремяже. Толик говорит, возьми меня с собой, у меня санки есть. Я говорю, на санках Кириенко катается. И потом одних санок мало, нужно термос. Не успел я сказать про термос, у него в руках уже три, все с водкой. Но у нас к приезду Путина подъемник в гору сделали. Раньше три дня взбираешься, потом пять минут едешь. А теперь пять минут поднимаешься, потом три дня едешь. Потому что у каждого столба документы проверяют. Все охранники в спортивной форме, чтобы их никто не узнал. Но с погонами. И друг к другу обращаются, товарищ майор, товарищ капитан. Мне говорят, товарищ кретин. То есть, товарищ лыжник, ваши документы. Я по ошибке паспорт жены взял. Они посмотрели, говорят, всего доброго, граждане. Ну, залезли мы с Толиком в сугроб. Смотрю, он уже один термос открывает. Я говорю, ты что? Ну, надо же отметить новоселье в сугробе. Ну, выпили за новоселье, за коттедж, за каждые трижи отдельно, за санки. В общем, вылезли мы из сугроба, когда он уже растаял. И ни Путина, ни подъемника в гору уже не было. Путин уехал, а подъемник местные жители сдали в металлолом. Ну, а когда я вернулся домой, жена сказала мне только одно слово. А какое? Вы знаете. Готово. АПЛОДИО! 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 Продолжение следует...